Они уже лучшие в своем деле. 16 участников – представители 10 предприятий машиностроительного комплекса области. Многие – профессионалы со стажем, а возрастной разрыв между конкурсантами около 20 лет. Молодежи на конкурсе порядка 30%. Перед состязанием – подготовка сварочного аппарата. У всех они разные, и каждый привык к своему. Секреты работы тоже у каждого свои. На конкурсе, где по большому счету все равны, именно нюансы определяют победителя. Всего я работаю уже по специальности почти 20 лет. Выбрал из-за престижа. Интересная работа. Участвовал в подобных конкурсах, а именно здесь, в ООО, где участвую впервые. Сначала теория. Ответив правильно на все вопросы, можно набрать 50 баллов. Затем практика. Два куска металла нужно соединить с помощью разных видов сварки – полуавтоматом или ручной аргоновой. Получившийся шов члены жюри разглядывают придирчиво. Оценивают и качество соединения, и время, потраченное на работу. Хочется отметить, что с каждым годом уровень конкурса постоянно возрастает. Это лучшие сварщики предприятий Вологодской области машиностроительной отрасли. Конкурс прошел на базе регионального аттестационного центра уже в 17-й раз. По инициативе Ассоциации машиностроения и областных властей. Его задача – не просто выявить лучших в своем деле, но и поднять престиж рабочих профессий. Цель этого конкурса, наверное, в первую очередь – это популяризация профессий рабочих. Во-вторых, чтобы какой-то был стимул, интерес у молодого поколения. Что показать, что сварщик – это одна из основных профессий машиностроительного комплекса. И не только, потому что сварщик у нас является профессией, которая во многих отраслях применяется. Сейчас профессия сварщика входит в топ-50 рабочих специальностей, которые востребованы на рынке труда Вологодской области. Ее можно получить в трех вологодских среднеобразовательных учреждениях – индустриально-транспортном техникуме, промышленно-технологическом техникуме и строительном колледже. А также в Череповце – в технологическом колледже, химико-технологическом колледже и Череповецком металлургическом колледже имени академика Бардина.